Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Победу. Вторую победу. И, соответственно, армейцы Москвы сыграют в финале Кубка Мэра Москвы. И их соперник уже может определиться в этом матче. Произойдет это в том случае, если Спартак победу одержит. Накануне Краснобелые переиграли здесь подмосковные Витязь. Кунь-Лунь Редстар этим вечером проводит свою первую встречу на Кубке Мэра Москвы 2023 года. Сезон континентальной хоккейной лиги уже стучится в дверь. Ровно через неделю старт 16 сезона. И он будет открыт матчем в Москве. Парк Легенд ЦСКА с Акбарсом разыграют Кубок Открытия. Но об этом еще рано говорить, пока мы наслаждаемся матчами предсезонными. И многие из этих матчей получаются на ура. Разумеется, нас с вами это радует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Москву на хоккей Кубок Мэра Москвы. Второй тур Спартак против Кунь-Луня. Судийская бригада перед вами. Главные арбитры Дмитрий Беляев и Александр Дударов. Их помощники Торники Кучава и Никита Бухаров. Меня зовут Владимир Гучик. Кунь-Луня в полном своем составе. Изучайте этот список. Времени у вас немного. Но если вдруг там какие-то фамилии пробегут мимо ваших глаз, Естественно, по ходу этого репортажа я вам озвучу все тройки и пары нападения. Джереми Смит в воротах у команды Виктора Игнатьева. Возвращается он в лигу и сразу же в качестве главного тренера клуба КХЛ. Так что Виктору Игнатьеву, разумеется, пожелаем удачи и в сезоне, да и в общем сегодняшнем матче. Алексей Жамнов, наверное, многие говорят, ну наконец-то он стал во главе одного из клубов КХЛ. Тренер сборной, который привез вместе с командой серебро последних Олимпийских игр. И есть ощущение, что у Алексея Юрьевича все получится и со Спартаком. Состав интересный. Есть опытные хоккеисты, которые еще не все сказали в лиге. Есть интересная молодежь, которая готова уже практически с завтрашнего дня во весь голос говорить о себе. Не сыграют сегодня у Спартака по сравнению со вчерашним матчем Локсионов, Кухлачев и Талалуев. Ведущие игроки команды, но их есть кем заменить. Они сделали свое дело в прошлом матче. Они могут отдыхать. Уходить они, конечно, никуда не собираются. Итак, Смит в воротах у Кун Луня и стартовый состав защитники. Третий номер Кайл Вуд, 27 номер Дойл Сомерби. И первый состав нападающих Брэндон Ип, 18-й, 22-й Маркер Фу и 12-й Джек Ро Дуэлд. Практически никаких изменений у Кун Луни по сравнению с прошлым сезоном. Если и говорить о каких-то перестановках, они, скорее, косметические. Но вы это поймете, когда я вам полностью этот состав представлю. А пока Спартак в атаке. Пашин. Пашин сегодня в первом звене вместе с Принцем и Бурмистровым. Он как раз в этой тройке заменяет отсутствующего Александра Хохлачева. И первая пара защитников Егор Зайцев и Михал Чайковский. Борьба у борта. Принц пытается выкинуть шайбу туда на пятачок. Галимов на счету от цели победная шайба в матче с Витязем. Удаление у Кун Луни. Спартак на отложенном штрафе. Чувствуется, что красно-белые все-таки уже вкатились в этот турнир. Накануне провели матч. Он был в дневной программе. Успели должным образом восстановиться. Но Кун Луни надо какое-то время, чтобы привыкнуть к этому московскому льду. Да и почувствовать, что из себя представляет соперник. Вот здесь правило нарушал Кайл Вуд. У Спартака первое большинство. На него выходят нападающие. Парядин, Цыплаков, Заседа. Пашин. Пашина возвращают. И защитник Дмитрий Вишневский. Локхард работал на точке у Кун Луни. Вроде бы шайбу именно он в сторону отыгрывал. Но на подборе раньше красно-белые. Пашин. Цыплаков. Зону закрывает Вишневский. Есть перевод на Заседу. Он видит Парядина на Пятаке. Но тут сложновато, конечно, было сделать прямую передачу на него. Все-таки на линии этого паса мгновенно появился Джейк Челлиус. Джереми Смит. Очень крепкий вратарь у Кун Луни. Способен за матч справляться с неимоверным количеством бросков. Но, пожалуй, не на длинной дистанции. Любому бы вратарю было бы сложно. Андрей Кореев сегодня в старте у Спартака. Рыбар играл вчера. Пашин. Такая вот двоечка симпатичная. Парядин. Заседа. Ну, вот здесь как раз строится быстрых и техничных нападающих у Спартака в розыгрыше. Пашин, Заседа и Парядин за мускулатуру здесь отвечает Цыплаков. Смотрите, как катет. И синяя линия на откуп Дмитрия Вишневского. Там он не теряется. Цыплаков. Спартак дорожит шайбой. Спартак мало бросает, но при этом Спартак с шайбой практически не расстается. Заседа. Еще минуту. Еще минуту игры в большинстве. Вот бросок. И еще один. Пашин. Вишневский. Заседа. Ну, и давайте смотреть на вторую бригаду большинства у Спартака в сегодняшнем матче. Выходит Бурмистров, выходит Галимов. Здесь же Принц и Чизганов. И защитник Егор Зайцев. Ну, вот решил его попробовать Алексей Жамнов. С трудом представляю, что Зайцев по ходу регулярного сезона будет на постоянной основе получать место при игре в большинстве. Есть все-таки Чайковский. Его для этого команду и приглашали. Могучий бросок. Да и вообще в целом он хорошо контролирует игру на синей линии. Бурмистров, Галимов. До Чизганова шайба не доходит. В полном составе кунглур. Клифпу. Бросок поворотом наносил. Савиков. Рукавишников. Третья пара защитников у Спартака. И нападающая. Да, здесь Рубцов, Беляев и Чизганов. Ну, давайте пока пауза. Ручкин и Вишневский. Это вторая пара у Спартака. Вторая тройка Парядин, Галимов и Цыплаков. Третье звено Беляев, Рубцов, Чизганов. Защитники Рукавишников и Савиков. В четвертой тройке у Спартаке Точилкин. У Сманов заседа. И два защитника. Хайрулин и Орлов. Остин Вонг. Это Тайлер Вонг. В створ идет. Нет проброса. Джереми Смит. Спокойно на Спроула. Это третья пара защитников. У Кун Луни, ну, пожалуй, одна из самых опытных. Джейк Челлиос и Райан Спроул. Зак Юэнь, можем говорить, с возвращением в лигу. Он настоящая легенда Кун Луния с первого сезона. Вынужден был как-то приостановить свое выступление за китайскую команду. Ну, для того, чтобы обязательно потом вернуться. Может одинаково успешно играть как в обороне, так и в нападении. Чайковский. Перехват Усманов. Ну, так удается Кун Лунию игру отодвигать от собственных ворот. Начало было полностью за Спартаком. Зажали соперника, немного растерявшегося и не продышавшегося. Очень кстати для Спартака было и большинство. Неплохой контроль шайбы, но без опасных моментов. Ну, и сейчас Спартак пытается вернуть то, что у него было в дебюте этой встречи. Чайковский ждал передачу, а ее получает Принц. Ну, больше значит хороший выбор позиций. Вратарек. Он даже не столько Смит эту шайбу отбивал, сколько она в него попадала. Вратарь он крупный. Чайковский. Принц. Спартак продолжает играть в пас. Принц. Сомерби его провожает за ворота. Спенсер Фу. Тайлер Вон. Внимание. Момент. Кореев шайбу отбивает. Здесь добавка. 1-0. Кун Лунь повел. 1-0. Кун Лунь повел. Спенсер Фу. Открывает счет в этом матче. Там, кстати, Тайлер Вон задергал Кореева. Но переиграть спартаковского вратаря он не сумел. Но Андрей потерял шайбу из вида. То есть он даже не понял, что не трансовал угрозу. Шайба осталась у него под щитком. И раньше вратаря ее нашел Спенсер Фу. Сейчас вы это увидите. Вот. Кореев шайбу отбивает. Смотрит в сторону. А она вот здесь. И Спенсер Фу. Удачно работает по этому отскоку. Прям заправил шайбу в ближний угол. Первый по-настоящему опасный момент в этом матче. Его получил Кун Лунь. И 1-0. Китайская команда повела. Тем интереснее. Спартаку вряд ли это может нравиться. Играли с преимуществом. Зевнули контру. Получили первую. Вонг, Локхард и Броссо. Продолжают этот матч у Кун Луни. Но здесь точно проброс. Никак не поспевал за этой шайбой Герман Рубцов. Вторая пара защитников у Кун Луни. Вот я вам не представил этих хоккеистов. Джейсон Фрэм. И Зак Лесли. Проигрывает выбрасывание. Клиффорд Пул. Чизганов не поймал. Зак Лесли. Джейк Челлиус. Тайлер вон. Скрестное движение. Пу. Хорошая атака нарисовалась. Сходу. Ничего сверхъестественного. Но годится, скажет любой тренер. В этой-то ситуации, когда спартаковцы были на своей территории в полном составе. Лесли! Лесли! Ну, было похоже на зацеп. Рубцов. Челлиус. Идет смена. И третья тройка у Кун Луни. Звено Люка Локхарта. Вот он шайбу получает в центре. Жестковатый получается обработка. Заседа. Точилки. Джереми Смит. Полный порядок. 1-0 Кун Луни. 7 минут ровно сыграли. Бо! В этой паузе вспоминаем предыдущую атаку, спартаковскую атаку. Организовали ее хоккеисты четвертого звена Герман Точилкин и Матвей Заседа. Значительно быстрее своего соперника Спартак действовал в дебюте игры. Сейчас вот это преимущество в скорости, в принятии решений у Спартака нет. И Кун Луни достаточно спокойно и комфортно себя чувствует на этом льду. Кун Луни повел. Еще проще заигралась. Ну, кстати, у Спартака игру и продолжим. Четвертая тройка. Усманов на вбрасывании. Проигрывает. Заседа. Вне игры свистнул Торнике Кучава. Заметил там какой-то микроскопический офсайт. Видишь, он был. Неважно, какой он большой и маленький. Надо свистеть. Брэндон Ип. Суперзвезда Рэд Стар. Все клубные рекорды у капитана. Родуэл. Паркер Фу. Начал шайбу перекладывать. Точилки. Заседа. Два в одного рисуется. Заседа. Бросает сам. Родуэл. Тут же ответ Кун Луни. Пошел хоккей без средней зоны. В такой игре сразу же больше привлекательности. Когда команды не закрываются. И почем зря не роют окопы. С песнями в атаку. Вуд. Сомерби. Родуэл. И Кун Луни тоже через пас из обороны. Это мастеровитое первое звено. Вуд. Броссо шайбой так и не встретился. Но там грамотно сыграл на пятачке Егор Зайцев. Оттеснил форварда. Кун Луня. Матвей Заседа. Один из самых активных. А может быть даже самый активный у Спартака. Перед этим, помните, передача обостряющая на Точилкина. Сейчас бросался. Ну все правильно. Сначала отдал, потом бросился. Чтобы соперники не привыкали к чему-то одному. Атака сходу хорошая у Спартака. Ручки. Да, глаза, может быть, и боялись, а руки-то делали. Быстрая лобовая фронтальная атака у Спартака. Ничего лишнего. В перекладину шайба попал. Очень близко был к заброшенной ручке. Вот видите, я об этом уже говорил. Когда Спартак ловит нужные скорости, у Спартака что-то получается впереди. Спенсер Фу. Смотрите, как борется. Тайлер Вон. Не прошел красивый обыгрыш. Вишневский не так прост, как может казаться. Вишневский. Опа! Хотели его обыграть. А потом он сам здорово качнул. Конечно, выдернулся на него игрок. Галимов. Хорошо катит Анцель. Цыплаков. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, какими передачами кормит своих партнеров Анцель Галимов. Сначала на Ручкина, потом на Цыплакова. Рукавишников. Поджимает Спартак. Проброс. 10-24 на игру в первом периоде. Интересный хоккей. Живая игра. Живая игра. Нет какой-то пустой беготни. А ведь такое тоже встречается летом при подготовке. Команды соревнуются в изобретательности. Стараются дорожить шайбой. Ой, там заплясало перед Джереми Смитом. Клиффорд Пу. Тайер вон. Плюшка была в воздухе какое-то время. Беляевский. Коробцов. Еще дальше. Это передача на Чизганова. Очень активен Спартак. Кунлун не может вывести шайбу из зоны. Савиков. Концовочки москвичам не хватает. О! Рубцов. Еще бросок. Сетку зацепило. Но это все снаружи. Не ведитесь на этот обман зрения Савиков. Спартак прям прописался в зоне соперника. Спартак жаждет ответного гола. Лиффорд Пу. Ну тут поменяться бы. А меняться нужно в тот момент, когда шайб покидает твою зону. Затяжной была предыдущая атака Спартака. Порой с выходом на перспективные позиции. Но нужного броска мы от красно-белых не увидели. Удаление. Второе в матче. И вновь в меньшинстве остается Кунлу. Кунлу. Но не устояли под этим напором. Удален Алекс Рич. Завалил Усманова на входе в зону. Рич с Абрамовым и Заком Юэнем. В четвертом звене у Кунлуни. В прошлый раз вот эта бригада большинства вышла на лед второй. Сомер. И ничего себе. По своим воротам. Хотел повторить номер. Михаила Науменкова и Сергея Гимаева. Повыше надо брать было. Туда ее. Кореев. Принц. Пропускает дальше Галимов. Бурмистров. Зайцев. Чизганов. Но пришлось подрабатывать. Конечно, занес он клюшку сначала для броска с ходу. Ну и вроде бы как Зайцев отдавал удобно. В последний момент что-то форварда Спартака смутило. Подрабатывал. И уже кистями. Это все было безопасно для Джереми Смита и компании. Кореев. Как-то не держится вот в этом большинстве шайбы у Спартака в атаке. Вот сейчас выходит та самая первая бригада по сегодняшней игре. Здесь есть кому доставить, есть кому расставить. Ну никакой. Порядина, а. Опа. И на одном конечке. Оставил на пятаке. Там никого. Там только Джереми Фрэм. Паркер Фулл. Оглядывается. Где подкрепление. Не будет его. Вот такой хитрый бросок из-за лицевой. Джек Челлиус все подчистил. Вишневский. Насел на него прям вонг. Похоже, что не отцепится. Да. Цеплаков. Соседа. Вот он, режиссер-постановщик спартаковского большинства сегодня. Не знаю, что делает шайба, это ее соседи. Бросок. Джереми Смит. Пока все в него летит. Вишневский. Вишневский. За своей синий. Вуд. Спенсер-фу. Савиков Хорошая короткая скидка И из этого начинается спартаковская атака Точилки Ильяев Чайковский Даже не шелохнулся Джереми Смит Надо очень сильно постараться вратарю Чтобы еще увидеть Как летит Шаева после броска Чайковский Савиков Спартак по сути вернулся К той игре, которая у него была в начале матча Савиков за счет катания Здорово! Савиков Точилки Сложно уже было Развернуться спартаковским нападающим Которые находились у ворот И там дежурила и большая группа хоккеистов Кунь-Луня Савиков Рукавишников Савиков Рукавишников Родвул Но Кунь-Луни слабо поднаелся к концу периода Спартак сейчас навозил Рукавишников И Спартак не сбавляет в оборотах Чуть меньше четырех минут Играют без пауз Заседа Родвул Орлов и Хайрулин Четвертая пара защитников У Спартака Заседа Усманов Заседа Знаете, такой панаринский хоккей Показывают в составе Спартака Когда надо отдавать передачу Он ее делает Когда можно обыграть Он обыгрывает И бросок тоже видели Третье удаление у Кунь-Луни После короткой рекламы Спартак вновь приступит к розыгрышу большинства Локхард удали он Бригада Александра Бурмистрова Отправляется на лед Вот момент С броском Цыплакова Но это проход Порядина Как вырулил На одном коньке Смотрите, налево пойдет сейчас И оставил под собой Зайцев Под клюшкой у Сомерды Проползла Такой навесик от бросок Спартаковцы зону закрыли Галимов Ну что, Смит не только Удачно себя подставляет Под опасные спартаковские броски Но и очень неплохо реагирует На изменение полета шайбы В последний момент Клюшку подставлял Галимов Чизганов, Галимов, Зайцев Чуть-чуть бы побыстрее перевести на принца Зайцев Кистями Но это под подставление У Спартака игра Высокоподнятая И вбрасывание Переносится в зону Кореева Вот такие рубашонцы у Спартака Ну и четыре пальца Обрамляются Этот ромбик Символизирует собой этот ромбик И известный жест Каждого краснобелого Заседа Окунул он там в середине Окопался Периметр он давно отдает Спартак все вокруг да около Ищет тот самый пас Периодически этот пас рисуется О! Заседа! Несильно Вишневский Пашин Скакнуло Еще и разобраться В порядке Очень много специалистов по контролю Вишневский В конек пришла Но удачная подработка От Дмитрия 12 секунд до выхода Удаленного Локхарта Вишневский Соседа! Джереми Смит Красиво да? Как прихлопнул с воздуха Дважды Заседу вывели На завершающий бросок И здесь он конечно Пытался поймать Вратаря на противоходе Вот уже покатился Джереми Смит Он конечно Здоровый Посильнее бы пошла Да? Это вот первый бросок При большинства не реализовал Спартак И как бы не сказать Что оно по содержанию было каким-то безнадежным Да нет Ну К большинству всегда такое отношение Ты можешь хорошо двигать эту шайбу Разыгрывать Не забивать И вопросы появляются сами собой Рубцов Вот и защитники подъехали Орлов Удачно оставил шайбу за спиной Рубцов Там конечно на пару справились с Беляевым Принц Серьезно напирает Спартак Ну Кунлунь может быть и гнется Но держится пока Хайрулин Орлов Точилкин Своевременный запуск нападающего Соседа Фрем Уже начал себя предлагать Тайлер Вон Но внимательно играет и Хайрулин Перехватил передачу Вне игры Свисток Азербайджан Азербайджан Тайлер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соседак Я так понимаю, пытались все разобраться, а выбрасывание-то где? Раз в зоне Спартака, значит... А, там, знаете, какая-то ситуация. Там и офсайт отложенный, но перед этим отложенная высокоподнятая. Вот эта вот высокоподнятая была у Спартака. И касание шайбы было у спартаковского хоккеиста. Соответственно, точка у кореевских ворот. Зайцев. Вонг. Голова внизу. Ну и ситуация такая, что пока не до поиска свободных партнеров. Принц. Зайцев. Принц. Вонг. Родуэлт. Вот, Зайцев тут все как от стенки отлетают. Сначала Локхард. Потом Паркер. Фу. Зайцев знает о силовой борьбе. Страшный хоккеист. Первый период у нас завершен. Кунь-Лунь его выиграл. Минимально. С большим трудом. Но результат есть результат. Спартак действительно провел активную 20-минутку. Спартак владел серьезным игровым преимуществом. У Спартака три большинства. Но вот главный минус вот этого первого периода. То, что Спартак так и не сумел отличиться. Но есть еще впереди два периода. И там точно можно будет все изменить. Известно будет посмотреть за тем, как Спартак будет работать шайбой во втором периоде. Как он будет использовать наложение. Но вы сами все прекрасно понимаете. Витер Игнатьев куда-то вдаль посмотрел и отправился в раздевал. Я думаю, что результатом он может быть доволен. Да и в целом игрой не все получилось. Очевидно. Но удалось сдержать громадье спартаковских атак. Наталья Кларк сегодня вместе со мной здесь на арене Мегаспорт. Я ей с удовольствием слово передаю у нее интервью. Наташа, пожалуйста. Да, спасибо большое, Анталья Каримов. После первого отрезка. Анталья, смотрите, Жамнов еще вчера говорил, что нужно что-то делать с тем, чтобы не пропускать первыми. Почему так пока происходит? Для нас тоже это загадка. Но было это сказано на собрании. Нужно начать построже, не пропустить. И пропустили. Не знаю, будем меняться. Но это предсезонный турнир. Это почва для размышлений. Ну, предсезонный турнир – это такой момент подготовки. Вот сегодня уже второй матч на турнире. Как себя чувствуете? Как вошли в игру? Лично вы, по ощущениям, ребята в команде? Да, все хорошо. У нас сейчас такая ситуация, что постоянно кто-то уходит, кто-то приходит. Ротация идет. И я сегодня с новыми партнерами. Ну, кайфую. Получаю удовольствие. Сейчас были возможности, да, у команды большинства, но пока вот нет реализации. Вот как вы смотрите на этот момент? То есть, насколько это действительно сейчас необходимо, это вот прямо здесь сейчас решать? Или, в общем-то, придет, как придет? Да, я думаю, главное делать правильные действия, которые нам говорят. А голы придут, сейчас не загонятся по этому поводу. Да, конечно, нужно выигрывать. И хочется всегда забивать. Но это же жизнь такая, то, что... Ну, вот сейчас так. И я думаю, Алексей Вячеслав сейчас нам подскажет. Мы сделаем выводы. Спасибо большое. Ждем. Спасибо, огромная удача. Может, Вячеславович, может, Юрьевич. Да какая тут разница. В общем, основной посыл этого интервью, то, что Анцель Галимов предлагает кайфовать и не загоняться. И все тогда придет. Может быть, оно и правильно. Господи ты, Боже мой. Что там загоняться? Кайфуем, кайфуем. Время-то какое. Интересно. 15-7 по броскам в пользу Спартака в первом периоде. Ну, и лучшие фрагменты этого первого периода. Я хочу сказать, несмотря на то, что была заброшена только одна шайба, у моих коллег есть возможность многое, чтобы показать. Потому что моменты были хорошие. Вот так первая пошла Тайлер Вон. Кореев шайбу теряет из виду. Очень поздно ее. Очень поздно понимает, где она осталась. А вот Спенсер Фу приехал туда, куда надо. 1-0. Кунь-Лунь повел. И дальше Спартак всерьез и надолго забирает инициативу к своим рукам. И в буквальном смысле маринует соперник. Атаки сходу, атаки позиционные. Но я так скажу, что вот прям хорошего завершающего броска мы с вами и не увидели. Вот здесь могла зайти. Ручкин не переиграл Джереми Смита. Проход Порядина. Ну и действительно чистый кайф. Передача Порядина на Цыплакова. Порядин, Заседа, Галимов. Хороший первый период провели. Ну и Заседа в конце в большинстве дважды получал возможность для броска. Не переиграл Смита. 1-0. Продолжение следует. Ой, тучи какие нависли. Московское небо. Вот мы видим его. Московское время 19.47. Это значит, что буквально через пару минут, может быть даже меньше, стартует второй период матча Кубка Мэра Москвы. Кунь-Лунь после первого переигрывает Спартак 1-0. Вспоминаем этот единственный гол. Спенсер Фу. После выхода 1-1 Тайлера Вона. Спасение Андрея Кореева. Корееву никто не помог здесь. И сам Андрей не разобрался. Вот в отскоке, куда же она пошла. Ну вот такая непослушница шайба. Это всегда обидно. Казалось, да, уже не дрогнул Андрей Кореев и нейтрализовал этот выход 1-1. Но вот видите, в помощи в данном случае он нуждался. Спенсер Фу остается один. И делает все достаточно мастерски. 1-0 Кунь-Лунь повел. После чего Спартак обрушил сквал атак на ворота Джереми Смита. Атаковал разнообразно, атаковал много, но ключики к воротам так и не подобрал. Все-таки завершающей фазы не хватало. Броска такого конкретного, какие-то там изюминки, хитринки. Может быть, это появится у Спартака во втором периоде. Он начался. Смотрим. Сомерби. Паркер Фуку исполнил-то. Брэндон Ипп осмотрелся. Паркер Фу. Ипп. Далеко выкатывался Кореев. Но ничем не рисковал. Сужал фронт атаки. У Иппа не было возможности отрезать вратаря коротким пасом. Зайцев. Подкатился уже сзади Бурмистров. Но Зайцев принял решение доставлять шайбу на пятачок. Игра высоко под этой клюшкой. Заиграна. Так как спартаковцы шайбы завладели. Паша. Исполнит. Исполнит. Парядин. Между щитков пытался уже заправить. Но Смиту где-то даже и везет. Потому что показалось уже Парядин. Делает все так как ему хотелось. Вот можно говорить по-настоящему первый такой вот опасный момент у Спартака. Ближе к голу Спартак сегодня еще не подбирался. Ну и Пашин, да, выполнил этот пас. Прочертил линию. Вот сейчас мы посмотрим. Вот Парядин со скамеечки. Пашин перекладывает шайбу. И здесь, ну... Вот мы еще рассмотрим. Мне кажется пытался Парядин как раз вот именно между щитков поймать вратаря на противоходе. Чуть по другому направлению пошел. Ну выручил Смит. Как бы сложно ни было, справился. Парядин. Рукавишников. От конька далеко улетает. Вишневский здесь почувствовал на себе обжигающее дыхание Тайлера Вона. Очень кстати подъехал Клиффорд Пу. Пу уже отдавал передачу назад, но в этот момент скрылся со льда Тайлер Вон. Пошумели на пару. Галимов. Оставление. Рукавишников. Еще передача. Парядин собирался подставить. Все же выше плеча было, считает Дмитрий Беляев. Остановка игры. Но вот прокатился мимо одного из двух главных арбитров Парядина. Говорит, ну куда? Не поднимал я выше плеча. Смотрим. Здорово сыграл Брассо. Брассо. Парядин уже готов был замыкать дальнюю. Но Брассо наложил свою клюшку сверху. Рубцов. Беляев. Выкатывается. Еще передача. Там уже от конька шайба отскакивала. Продолжает давить Спартак. Но это под силовой попадает Савиков. Раньше от шайбы избавиться не получилось. Первое большинство в матче у Кунлуня. Егор Чизганов удаляется. Команда Спартак номер 11. Три минуты. Удар клюшка. Вот этот момент. Родволд Иб. Тайлер Вон, Зак Лесли, Клиффорд Пу. Группировка большинства Кунлуня. Так. У Спартака Пашин Усманов. Это нападающие защитники. Хайрулин Чайковский. Бросок. Совсем уже не точно. Но шайб попала в ногу Хайрулина. И могла отскочить. На такой, знаете, опасный для Спартака участок льда. Рикошеты, отскоки порой очень сильно помогают. Вон. Интересный момент. Вроде бы двое предлагали себя. И ни один из этих двух шайбой так и не встретился. Смит. Лесли. Бурмистров не дает выйти из зоны. Пу. Вон катит следом. Родуэлт. Лесли. И побежал Бурмистров. Выход один на один. Бросок. Гол. Один на один. Спартак отвечает в меньшинстве. А ведь так тоже бывает. Ты вроде бы все правильно делаешь при игре в равных составах. Ты вроде бы неплох в большинстве. Но шайба не лезет ни в какие ворота. И тут наступает меньшинство. И ты, естественно, не думаешь о том, как бы забить. Как бы не пропустить. Вот на что направлены мысли. Но, видите, ошибка. И Бурмистров. Вот уже вжимался в ворота Джереми Смит. Опять же, уповая на свои габариты. Но Бурмистров, в отличие от своих партнеров, сумел бросить мимо этого фактурного кипера. Ну и it's a beautiful life, конечно. Спартак забил. Дома. 57 секунд у Кульнуни в большинстве еще. Чайковский. О! Это танцы с бубном. Много высокой клюшки сегодня. Потому что по каждой шайбе стараются играть какие-то. Неважно, где там селится по льду, летит по воздуху. Смотрите, какого желания. Это где-нибудь уже в декабре месяце. Когда уже будет прилично сыграно в регулярке. Когда еще будет много матчей, в которых можно будет решить судьбу на первую часть чемпионата. И, конечно, вот эта вот рутина будет влиять на игроков. Рубцов. Челез. Баркер Фу. Спенсер Фу. Кайл Вуд. Ну, все, будет закидывать. Нет, сам потащит. Хотя, казалось бы. Чайковский. Так мы и не поняли с вами, какое оно большинство Кунь-Луня. Ну, разбылось это большинство. Очень не кстати пропустили. А потом уже собраться не смогли, как часто это бывает в таких случаях. Продолжаем разговор. В Москве этим вечером, пятничным вечером, играют в хоккей. Кубок мэра столицы. Второй тур для Спартака. Первый для Кунь-Луня. Спартак в случае победы выходит в финал, где сыграет ЦСКА армейцы Москвы. Здесь уже одержали две победы. Две непростые победы, но они и есть. Динамо накануне обыграли 3-2. Сегодня по булитам превзошли Хабаровский Амур. Здесь за любую победу начисляется два очка, поэтому армейцев максимум. Победители групп играют в финал. Никита Парфенюк. Сейчас на льду у Кунь-Луня. Рич. Ой-ой-ой. Отличная позиция. Пытался загнать в ближнюю девятку. Парфенюк. Зак Юэнь. Рич. Смотрите, тут активно как работает четвертое звено Кунь-Луня Абрамов. Зажали Спартак. У москвичей на секундочку. Вторая тройка. Привыкшие атаковать по сегодняшнему матчу. Никак не обороняться. Галимов. Пока некому отдать. Один пошел меняться. И вот только сейчас приехал Парядин. Вишневский. Замах был очень убедительным. Чизганов. Парфенюк. Три-две минуты удар коленом. Один пошел меняться. С Чузгановым все нормально. Но повезло, что там попадание было больше, знаете, вот в область бедра, выше колена. Так Парфенюк жестковато встречал, если бы попал прям в колено. Ну, да и для Парфенюка бы уже, возможно, все закончилось бы сегодня. Принц. Бурмистров. Да, и Спартак вот так плавно обволакивает оборону Кунь-Луня своими наступательными действиями, бурмистров. Саша играет очень короткой клюшкой. Это, конечно, помогает ему контролировать шайбу. Добивание, гол. Принц. Спартак бьет в меньшинстве и в большинстве в этом втором периоде. Все то, что не зашло в первом. Побежало во втором. Хорошая работа на пятаке от Принца после броска Зайцева. Принц и клюшку подставил, и после отскока отправил шайбу в ворота. Двигаемся дальше. Спартак не успокаивается. Видите, большой группой хоккеистов прессингует. Вишневский. Спроул. Челиос. Кореев. Откровенно скучает во втором периоде Андрей. Цыплаков. Цыплаков. Сближался Максим. Ну, там шайба сначала была на ребре. Сейчас вы это увидите. Смотрите. Опа. Вот она катится. Позицию улучшал. Ну, и под вратарем хотел, но Смит уже плюхнулся на щитки и клюшку положил. Все правильно и быстро оценил вратарь Куйлуя. Пошли такие провалы, да, и в большинстве зимули. Контроу забил Бурмистров. Сейчас выход. До этого там упорядина момент после паса Пашина. Повнимательнее в первом периоде действовал в обороне Куйлу. Повнимательнее, пожестче, поплотнее. Вне игры докричался Торнике Кучава. Голосистый лайнсмен. Лесли. Савиков. На катание он от любого уйдет. Бессмысленно гоняться. Он скользит по льду, но просто присмотритесь. Работа ног от Егора Савикова. Это, конечно, счастье для любого игрока, когда ты так владеешь коньками. Кореев. Орлов. Лесли и Пашин. Там где-то повздорили. По две минуты получили. Абрамов. Четыре на четыре. Вот сегодня еще не играли. Заседа. Хайрулин. Орлов. Хайрулин. Не проходит на Усманова. В середине матча подходим. Передача чуть назад от Хайрулина. Чайковский. Отличная скидка. Зайцев. Знаете, да, кто тут у Спартака организует атаку. В предыдущей смене там дважды пытался обострить Хайрулин. Сейчас Зайцев и Чайковский. Наброс с подставлением. Это всегда неприятно для вратаря. И это всегда может привести к крупным неприятностям. Внимание! Ну, Спартак прям хочет эту шайбу в ворота завести. Принц. Сколько передач. Сомерби. И спартаковцы никуда не откатываются после потери. Тут же в прессинг. У Кудлуни куда более размашистая игра. Справа налево. Длинную передачу. Какая-нибудь под синюю. Ну, с одной стороны, действительно, ты играешь так, как соперник тебе позволяет. Ты играешь так, как ты сам можешь. У лидеров Спартака сегодняшняя встреча складывается. Ну, может, и прав был в интервью Галиков. Кайфует. Кишневский. 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 Ого. Галимов. Самый последний-то момент уже перекладывая под неудобную. Вишневский. Слушай, Спартак так вот, если в сезоне продолжит посоревнуется с Нижегородским торпедом. За звание самой... Играющей команды. Самой комбинирующей команды. И вопрос, перенесется ли это на сезон. И так ли это будет во всех матчах? Или, может быть, это на фоне сегодняшнего Кунь-Луня? Беляев. Рубцов. Там сеанс массажа у Джейка Челлиоса. Псавиков. Спенсер, фу. Да-да, уже высмотрел Тайлера Вона. Точнее. Не получилось. Каков? Ансель. Ну да, здесь Челлиос вернулся, помешал. Точилкин. Парфенюк. Спартак вообще не выпускает из зоны соперника. Просто не дает головы поднять. Тотальное доминирование во втором периоде. Идзя. Парфенюк. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...